Свою историю спартакиада трудящихся Славянска на Кубани ведет с 2007 года. Физкультура и спорт объединяют людей самых разных профессий и помогают им жить и работать. Наш город еще раз убедительно продемонстрировал, что является территорией спорта и здорового образа жизни. По уже устоявшейся традиции в первой половине февраля стартует 14-е спартакиада трудящихся. Соревнования по 22 видам спорта будут идти в течение всего года. В детско-юношескую спортшколу «Белая ладья» в эту субботу пришли управленцы и преподаватели, нефтяники и юристы, военные и экономисты. 16 команд приняли участие в торжественном открытии спартакиады. Всех собравшихся тепло приветствовал глава Славянска на Кубани, который пожелал участникам спартакиады успешного выступления. Сегодня мы открываем снова, уже 14, как сказали, да, спартакиаду, трудящихся коллективом нашего города и района. Я рад вас всех приветствовать, пожелать вам удачи, побед в этой спартакиаде. Ну, естественно, итоги, наверное, мы этой спартакиады снова подведем. Спартакиада посвящена 75-летию победы Великой Отечественной войне и проходит под девизом «Спортивные победы посвящаем Родине». Поэтому выступления почетного гостя, ветерана Великой Отечественной войны, орденоносца Федора Даниловича Коваля все слушали с особым вниманием. Если взять историю Великой Отечественной войны, то там на каждом участке фронта всегда были впереди застрельщиками побед, освобождений, а так люди, связанные в мирное время со спортом. Желаю вам всем продолжать заниматься спортом. Это укрепляет здоровье, укрепляет дух, укрепляет волю. Вокальный ансамбль «Комплимент» исполнил для участников соревнований свои песни. Представители 16 команд вступили в борьбу в двух видах спорта – по шашкам и дартсу. В команде Славянского электротехнологического техникума собрались люди неравнодушные к спорту. Они считают, что своим участием в спортивной жизни города подают хороший пример студентам. В рамках сегодняшнего мероприятия, конечно же, хотелось бы отметить рвение, мотивацию нашей команды к победе. Соответственно, немаловажно также стоит отметить и выделить подготовку к проведению данного мероприятия. Команда войсковой части 25356 имеет немалый опыт участия в спартакиадах и настроена на высокий результат. Прежде всего это общение, общение, какие-то новые знакомства. Ну и во вторую очередь, конечно, всегда приятно и участвовать, ну и приятно всегда, естественно, выигрывать. Пусть не во всех видах спартакиада, но во многих видах мы занимаем призовые места, выиграем. По итогам соревнований команда филиала Кубанского госуниверситета заняла первое место по дартсу среди мужчин и женщин. По шашкам среди мужчин лидировала команда «Роснефть-Краснодар-Нефтегаз». Среди женщин – управление образования Славянского района. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин